Доброго времени суток всем, дорогие друзья, с вами Роман Лепёхин, более известный как Каспер. Возможно, многие сейчас задаются вопросом, собственно, что же я здесь делаю и зачем мне нужны вот эти вот карты. Возможно, я просто хочу сыграть в дурака, возможно, я решил погадать на судьбу, но на самом деле я готовлюсь к чему-то более важному, связанному с миром доты. Спасибо за просмотр! Все еще живы, и это самое главное, наверное, в данный момент мы продолжаем с вами наблюдать за матчами азиатской квалификации на этот самый International. Девятый тур начался только что, при том, что восьмой тур все еще не закончился. Еще одна игра RRQ против XCTN не закончилась. На втором стриме можете наблюдать этот матч, Каспер вместе с Гатхантом комментирует, ну а мы вам покажем турнирную таблицу на данный момент, как она выглядит. Выглядит она вот так. Итак, первое место Arrow, 7-0 отличная игра от них, пока абсолютно без вариантов выиграют и всех. MVP Orange делят второе и третье место, Mineski и Mithrust делят четвертое и пятое, RRQ, у которых 2-3 они сейчас играют против XCTN, Skys 2-4, First Departure 2-4, XCTN 1-4, Zephyr и явные аутсайдеры у Zephyr 1-6. Ну и матчи, которые мы с вами посмотрим в девятом туре, на первом нашем стриме First Departure сыграет с RRQ сразу же после того, как закончится, конечно же, матч RRQ против XCTN, а на втором стриме, опять-таки, после того, как закончится матч MVP, после того, как закончится матч RRQ XCTN, XCTN сыграет с MVP, и Arrow сыграет с Mithrust, и на нашем четвертом стриме ждите игру Orange против Skys, опять-таки, матч, который, казалось бы, должен быть одним из самых важных, но так, как играет Skys у нас в этих отборах, врагу не поживаешь, скажем честно. Итак, Arrow Gaming против Mithrust, начинаем. Джонни, Лэнс, я вам называю, DDZ, Мазум против TNK, Лейкл, Заабы, Кута и Бамби, Ла. Составы команд Arrow 7-0, 27 фрагов, средних 11 смертей, отличная игра пока от них, 690 средний ласт хит на команду, мы видим, что 4 раза пикали Дума и Дазла, 3 раза Шеда Рубика, 2 раза инвокера, оба раза на этом инвокере отыгрывал товарищ DDZ, просто отлично отыгрывал, но пока, конечно, Arrow Gaming выглядит неостановимым, но они уже гарантировали себе место в плей-офф, и в этом самом плей-офф они будут играть, и это факт. Параллельно, RRQ выиграли, выиграли RRQ свой матч против ребят из XTTN, но мы пока смотрим на статистику команды Mithrust, 4 победы, 3 поражения, выйдем 5, распихали дерево, по 2 раза Рейс Кинга, Шеду Демона и Вивера. Ну что, давайте, наверное, смотреть все-таки пики Arrow. Ой, извините, все-таки все было правильно, но натупил я. Вот так, Mithrust играет нас за Radiant Invoker, Шеду Деван Никс, ну и против них Arrow, тренд протектор, бэтрайдер, блюмастер. Ну вот, обновлю я сейчас турнирную таблицу, чтобы уже показать вот с учетом матча RRQ, XTTN 1-5, XTTN, RRQ 3-3, но RRQ остаются. Остаются они вот в рейнже этих команд, которые будут бороться за попадание в плей-офф. Не знаю, возможно, после всех туров у нас будут переигрывки, потому что, наверное, только две команды потеряли однозначно шансы. Это Zephyr и XTTN, остальные все еще борются, и остальные все еще будут бодаться. Ну и, понятное дело, что в этом матче... ...надо и выигрывать. Ну что, продолжаем смотреть пик. Видим, что инвокер, что выделен в Никс, против них блюмастер, тренд протектора, бэтрайдер. Джиггернаут. Ох ты. Ну вот Эрол Гейминг действительно радует. Джиггернаут в их исполнении. А вот это да. Ну и Марфа забирает Митрасс, чей-то для Лейклз. Это единственная стратегия, с которой они умеют играть. Получается у них, кстати, довольно неплохо. Ну что ж, бан налетает также. Оперейшн, видим, к коллекции Кнаги. Товарищу Рейскингу, Лекантропу и Думу. Тайдхантер у нас вместе со Сларком, Даззлом, Кентавром и Эмбером тоже у нас в бане. Ну и Энчандрес Ласт Пико Тэрол Гейминг. Ну и Стрелы. Серьезно настроены. Ну и мы слышим, как Анаунтер нам говорит, что только 10 секунд. Ну и неавидит нам, конечно, анонсер о том, что есть все еще время в резерв тайме. Ну это не суть, важно. Ну я вам еще раз напомню, Старладер 1, Старладер 2, Старладер 3, Старладер 4. Смотрите все эти стримы, ребят, одновременно желательно нас с помощью мультитвича. Интереснейшие матчи там идут. Например, я вот на планшете здесь сидя в студии и смотрю параллельно трансляцию матча Скайс или Сайс, не знаю, как правильно назвать. Все-таки коса будет. Сайс, правильно, не. Скайс против Орэнджа на четвертом стриме Адекват эту игру комментирует. И обязательно вы тоже включайте эти игры. Там есть на что понаблюдать. Уж вы мне поверьте, действительно очень интересные игры. У нас здесь на азиатских квалификациях, ну и, понятное дело, Рубилова продолжается. Arrow, который имеет, напомню, 7-0 и которых уже вряд ли кто-либо догонит. Ну максимум не могут закончить. Ну в принципе могут их догнать еще и MVP и Орэндж, поэтому да. Ну если я имею в виду Arrow, две игры последних играют, у них будет 7-2, и MVP все остальное выиграют, у них будет тоже 7-2. Но Arrow практически, практически уже гарантировали себе попадание в финал Винроу. Потому что MVP и Орэндж вряд ли повыиграют абсолютно все игры. Я вот почему-то в это не особо-то верю. Как-то вот мне кажется, что вряд ли получится. Ну, MVP будет играть еще с Минески, с XCTM. Так что, тут вряд ли. Ну что, мы готовы? Я думаю, вы тоже готовы. Призовой фонд. 5 358 244 долларов США. Это официальный русскоязычный стрим. Квалификация на 4-й интернешнл игру. Это для вас комментирую я, Вилат. О параллельных стримах работают мои коллеги. На канале StarLadder 4 адекватно. На канале StarLadder 1, Faker, Versuta и Light of Heaven. На канале StarLadder 2, Casper и God Hunt. Обязательно смотрите все трансляции наши. И я уверен, что вы ничего не пропустите. И будет, видите, все самое-самое интересное, конечно же, только в наших стримах. Итак, DDZ, конечно же, как всегда, собственно, будет стоять в миде. Против него будет стоять нас Абон и Инбокерик. Который, кстати, довольно неплохо умеет отыгрывать. Мы видели в исполнении мидра Става Инбокера. Ну, Лейклз на Марфе. У нас на нижней линии будет ТНК. Будет ему на что-то демо не помогать. И Нигма лесная. Это, собственно, Бамбл. Или Бумбелл. Все-таки правильно, наверное, Бумбелл. Считается этот никнейм. Ну и в сложную побежал Никс Ассасин с Касперовским сетом. Два матча. Я же посмотрел. Товарищ Кутлз. Не знаю, как сказать, как хотите. Это команда Митраст из Таиланда. Ну и Малайзицы или Малайцы. Кстати, не знаю, как будет правильно. Малайцы это народ. А Малайзицы это национальность. Поэтому, скорее всего, правильно будет Малайзицы. Лэнс играет на легкой линии Джиггернаута. Мы видим, Джонни будет ему помогать. Тренд протектор. Здесь лесная у нас с Энчантерс. В миде ДДЗ играет на Брюнастере. Ну и Ксягзай на Бэтрайдере в сложной. Смотрим. Смотрим, я надеюсь, наслаждаемся. Хороший дот в исполнении этих команд. Что, ДДЗ мы видим пока с помощью прибежавшего немножечко на Хэлпу Сатира. Пытается побаковать. Сатир дает Аура, Хэлстриген. Все дела. Можно пытаться даже потанковать. Понятное дело, как только подставится, смотрите. Еще и Шоквейвом задувает Абу. Ну, то есть неплохо сейчас действует. Еще третий Шоквейв даст. Он понимает, что Инвокер вряд ли его сможет убить. Действительно, здесь Энчантерс помогает очень сильно. И мы видим, три Шоквейва залетели. Еще ему уже залетит четвертый. Все-таки по 125 демеджер. Смотрите, выгоняет Инвокера практически в леса. Ну и вот такие маленькие-маленькие моменты, такие маленькие эпизодики, они очень решают. Смотрите, четыре воева он пустил. Всю ману практически потратил. Ну и заставляет здесь тратить реген Инвокера, не подходить к хрипам особо. ДТС 11 на 3. Инвокер, мы видим, 4 на 1. Инвокер вызывает сразу форк Спирита и будет пытаться со Спиритом этим самым здесь танковать. Ну, Спиритом танковать, а не давайте сам фармить. Лэнс на Джигернауте тем временем 9 на 6. Джонни, мы видим, 3 на 0. Джонни помогает. Но пока тут тяжеловато будет Никсу подбираться к хрипам. Хотя, смотрите, как он агрессивно, собственно, здесь играет. Ну и в сложной линии Бэтрайдер. Мы видим, полетал в лесах. Бэтрайдер есть тапок, есть куча регена. Ну, Лейклз, Марфия, 15 на 8. Второй раз мы на третьем стриме, если мы говорим именно конкретно о третьем стриме, о матче, который комментирую я. Видим так, Шотвейк, Бэтрайдер и это Форсбат. Ну вот это глупееще сейчас будет Форсбат. Поймали у нас Бэтрайдера. И, соответственно, вместе с Лейклзом и Санстрайк и Минвокер разрабатывают первый фраг. Мэйд ин Таиланд, собственно, расшифровывается название этой команды. Мэйд Траст. Траст – это спонсор. Ну и Мэйд – это, собственно, тег команды Мультигейминг, довольно известный тег. Команда, например, Мэйд была участником первого интернешнала, тот, который выиграл в Na'Vi в 2011 году, который проводился в Кельне. Кто смотрит Доту давно, тот, я думаю, помнит трансляции в матче этой легендарной команды и легендарного Иисуса, о котором еще и НС рассказывал в истории одного турнира и так далее. Так что, вот, собственно, Мэйд Траст довольно старый такой тег, довольно известный тег. В частности, в Азии это Команда довольно известный. Ну, Arrow. Arrow – парни из Малайзии, парни, которые, в принципе, никому толком, в широком загалу, я имею в виду, не были никогда известны. Вот, если даже посмотреть по никнеймам, да, мало кого из них мы помним в каких-то других коллективах. То есть, да, если мы малайзийцы, там, перечислить на пальцах известных, да, ну, там, понятное дело, Чувань, понятное дело, Муши, другие ребята, ну, вот, всегда были сильные сингапурские команды, да, и Зенит, и так далее. Вот, всегда были проблемы у Малайзийцев, потому что не было там толком стабильных команд. Ну, и вот сейчас появляются, да, Титаны, опять-таки, ну, и вот Эрл, и это, конечно, очень круто, потому что Эрл сейчас играет. Спрашивайте у меня, почему ты сегодня не на первом канале, а почему я должен быть всегда на первом канале. У нас тут ротация, скажем так, мы меняемся понемножечку, кто-то работает на одном, кто-то на другом. Ну, опять-таки, это, какая разница, собственно, все матчи мы для вас комментируем, это, наверное, самое главное, и кто на каком канале, это уже не суть важно. Ну, мы тут немножко схватнулись, потому что здесь, в этой студии, с которой предыдущих несколько дней, то есть два дня Америки и один день Азии, комментировал Версута, здесь немножечко прохладно, и приболел немного Арен, ну, не то, чтобы приболел, горло немножечко начало у него, скажем так, барахлить, поэтому в первой студии, где потеплее, сегодня поработает он, а я здесь поработаю, я в такой погоде, к такой температуре более привык, потому что это наша старая студия, очень-очень старая, и вот мы решили сегодня поменяться немножечко с ним местами, скажем так. Какая разница же. Так вот, Лейкер снизу продолжает фармить, есть Мидас, мы видим, есть три веточки, есть у него Ринков Протекшн, 39 на 22 Крепстат, 31 на 8 в Миде ДДЗ, выигрывает линию в Салатище, у Инвокера, у Инвокера 19 на 7, 25 на 9 Лэнс в легкой, ну и Тавр здесь забрали, ну и мы видим, что пятый левел уже в джаге. Спрашивают, выбираете ли вы сами, что стримить? Нет, ребят, мы не выбираем, что стримить, мы, Valve, собственно, делает линейки матчей, они заранее известны, эти линейки матчей, и мы выбрать не можем, то есть мы комментируем то, что нам дают Valve. Ну, собственно, как-то всегда на Интернешн. Так, ну что Бэтрайдер, здесь полетал немножко под Тауром, Бэтрайдер, у которого пока нет возможности побежать леса, но у него и без лесов, мы видим, уже имеется 1200 голды, что очень даже неплохо для Ксенгзая, учитывая, что он стоит, ну, по сути, против Морфа, а тут тяжело сказать, что это Трипла, да, потому что все-таки лесная Энигма, но и Шедо Демо, который выбегал. Видя, Аба, смотрите, как АДДЗ-то набросился, решил его тут просто избить до неприличия. Ну, а мы дальше смотрим. Ну, вот, Джиггернаут, мы видим, есть уже ФСИ, будет делать, понятное дело, барабаны, дальше дефолтный набор артефактов, собственно, на этого героя. Я не скажу, что начало игры какое-то очень-очень веселое, очень какое-то, не знаю, кипишное. Начало игры спокойное, кто-нибудь куда-нибудь спешит. Смотри, Никс, что вот, ничего не сделает, пытается. Все равно тусить, может быть, кто-то подставится. Кстати, сюда бежит у нас Энчантрес, ну, Никс уже копнул и решил, что не будет дальше стоять, потому что вряд ли кто-то подставится. Абсолютно верное решение. Ждать слишком долго нет смысла. Ну, и Инвокер покупает у нас Мидас, два Мидаса у Мифтраст. Мы посмотрим, как будет на это реагировать Эрл. Так, Дидзи видит Тинкея, заходит за него. Есть у него ультимейт, понимает, что очень быстро не получится убить, и лучше нападать вместе с двумя своими тиммейтами, то есть с Бэтрайдером и с Тринд Протектором. Четвертый левел Тринд Протектор довольно опасно. Лезть сюда под Морфа и Нигму еще и чувствует. Что к чему и как. Ну и нет, не реализовал никак. Дидзи уходит. Вот пробежался он вниз, потратил минуту с копейками времени, и, видимо, не поучаствовал ни в каких разборках, не сделал ни одного фрага. То есть, это, конечно, не самые лучшие такие вот моменты, да, особенно для слоу мидера. А в то время он оставляет инвокера, инвокер, который с Мидасом, ну, инвокер себе фармит и так далее. Абамидим, пока кроме тапка Мидаса и ноль талисмана у него абсолютно ничего нет. Кстати, Тепамид делает сейчас никс, никс, прилетел, сейчас прячется в Вендетту, и будет попытаться, попытаться забежать вот сюда, наверное, на Брюмастера. Вот, вы знаете, очень осторожно играют, и не вторые. Брюмастер собирает даггер сейчас первым артефактом, и вот с даггера уже будет врываться. Привет из Казахстана. Иван, привет огромный. Всем, кто смотрит нас в Казахстане, смотрите нас, обязательно, обязательно смотрите нас вот в конце следующей недели. Напомним вам, что в понедельник, вот в этот, который будет заканчиваться азиатская квалификация, вторник, среда, четверг и пятница эта квалификация китайская, ну а дальше начинает с субботы европейская квалификация, ну и NextKZ бывший, или XGameKZ, они сейчас называются, будет весело. На Лекклса. Прыгнули, успел Лекклс убить, перекачка, тут же семечка Джиггернау, тультует, Лекклс уходит, отсюда Лекклс, перекачка, перед ним за него, тут же Брюмастер, Лекклс перекачивается до конца, Тинкейн тоже проседает, Лекклс по обрежнему живой, Лекклса выжигает здесь, Лекклс все-таки не выжил, ну и Shadow Demon подставился тоже рядом, и мы понимаем, что счет 2-1 становится, сразу Тавр должны я его здесь забрать. Четко играет малайзийцы, согласитесь, Лекклс пытался жить, немножко не получилось. Вы продолжайте задавать вопросы, задавать вопросы, конечно же, если они интересны, буду их озвучивать, читать, просто будете ли вы Вилат с Каспером комментировать за International 4 в Сиэтле? Да, я надеюсь, что будем мы все комментировать за International 4 в Сиэтле, не только мы с Каспером, но опять-таки визовый вопрос, как всегда, стоит, если все получат визы, все будет хорошо. На данный момент визы есть у меня и у Ласта. На ДДЗ, Миди, Кап 0, Санстрайк, минус ДДЗ, отлично. Так что на данный момент мы можем вам точно гарантировать, что на International 4 в Сиэтле игры буду комментировать я и Ласт, потому что, ну, нам не нужно получать визы, всем остальным еще надо будет через эту процедуру пройти. Ну что же, Лэнс, мы видим барабаны 800 голды, 0-0-2, у него стата, есть 2 ассиста, фрагов нет, 12 минута, счет 2-2, фрагов мало, ну, больше передвижений на карте, больше тактической борьбы, команды не, не несутся вперед. Скажем так, пока никто никуда не спешит. Митрас надеется на своих 2 Мидаса, я полностью понимаю, Энигма с Мекой, все очень хорошо, они сейчас собираются на линиях, и пытаются что-то придумать, но здесь Рошан решит забрать Эру, ну, и суть в том, что Митрас-то далеко, пока отсюда, хотя Санстрайк уже залетает, Санстрайк пробил Бэтрайдера, но вот и Энигма, Энигма с Блэкхоллом, узкие проходы, это то, что надо, ну что же, Аба, Энигма сейчас будет идти давать Блэкхолл, Никс, Никс забегает, Никс может копнуть сейчас всю толпу, Брюмастер прыгает сюда на Энигму, и Энигма не успеет дать Блэкхолл, если сейчас же его не укатуют, вот он Блэкхолл, по четверым, от Энигмы, где же сейчас раскатаны все, Энигма выживает, вот она Мека, убили только двоих, Джиггернаут раскрутился, Энигму должны тоже убить, Энигму убивает, но Дерево также погибло, пока 3 в 1, Ленс пытается уйти, и Лэкхолл догоняет его, даблкил делает Лэкхолл, 4, извините, не 4, вот сейчас погибнет, если Ксянгзай, Ксянгзай, и остается у него 20 хп, и он выживает, делает линкаут отсюда, с учетом байбэка, Дерево Мастера, 4 в 2 размен, и это, огромный сейчас плюс для команды, Мид Траст, 6-4, 13-ая минута, продолжаем, Брю Мастер, который сделал байбэк, прыгает за ТНК, ТНК, он здесь убивает, конечно, без шансов, зарабатывает 5 фраг для себя, но он делал байбэк, Прин Протектор, Минус Инвокер, ну вот что это за фраги, сейчас пошли, вот что это за фраги, Лэкхолл сейчас должен злиться на свою команду очень сильно, ну и как-то вот в голове возникает такое сравнение, да, если посмотрел прошлую игру, где играли, Сайз из Сингапура, сказать, СГ, то тоже самое, можно, да, провести параллели с Мид Траст, там есть Меракл, который на морфе катает очень хорошо, а остальные ребята, скажем так, не особо поддерживают его, почины и позывы, ну и здесь Лэкхолл, Супер Майн Кэрри, самый известный игрок, ну а дальше, а остальные ребята, скажем так, им еще немножко далековато до Лэкхолза, в плане скилла и так далее, но Аба на инвокере может показывать довольно неплохие вещи, но опять-таки, это должен быть у нас Вексовский инвокер, здесь у нас мы видим балансный инвокер, 4 в 4 квас, в 2 векс, в 4 экс зорд, вот таких инвокеров, я не всегда понимаю, скажем так, Радиент, Мидл Тауэр Ну и смотрим за игрой дальше, что Т1 Тауэр ломает Лэнс, есть второй некробук уже у инвокера, видим Лэнса отогнали, у Лэнса начинает появляться по частям, агоним, так, Бэтрайдер, капнули Бэтрайдера, ДДЗ прыгает хорошо, Тинк без маны, Тинк здесь убьют и так, можно на него не тратить много чего, инвокер, инвокер убивает нас Бэтрайдера, просто двумя своими фортспиритами, очень много дем уже внес, Энигма уже готова дать Лэнс, а нет Лэнс, извините, извините, нет Лэнс, а в итоге размен получается, Бэтрайдер в Шэдоу Демона не самый выгодный, скажу я вам размен. Лэнс, что-то идет Лэйклс такой, импетус на 146 получил, говорит, ребят, вот это непорядок, у меня линка, у меня тут импетус какие-то заезжает, непонятно. Ну что же, Джаггернаут по-прежнему продолжает фармить, в данном конкретном случае фармит он Леса, понятное дело, что следующим артефактом должен быть здесь Аганим, Аганим это, кстати, будет довольно неплохая штука, конкретно в этом матче вы понимаете, что там могут быть такие рассказы, что ого-го. Ну и Ксянгзай, Бэтрайдер без форстафа, пока довольно поздний уже момент игры, как бы 17-ая минута, до сих пор нету форстафа, а это плохо. То есть даггер есть, а форстафа нет. Поставлю я трэш-холл меньше. Лагает сегодня у нас Дота ТВ после, апдейта, что-то там может быть не так и пропадает иногда звук, больше извините. Ну что ж, DDZ продолжает, мы видим, сложный фармить, а у нас здесь начинают варенье убирать, и если вы будете слышать звуки, это такая веселая штукенция, которая моет полы у нас здесь в киберарене. Такая очень похожая машинка на такую, знаете, как лед заливает на ледовых аренах. Такая с автоматичными щетками. Вот она сейчас шумит, вы можете слышать этот звук. Извините, если так. Ну что ж, у нас 18-ая минута, счет 7-7 ни разу не показывал графики, мы видим, что по графикам Митраст ведут, ведут очень сильно, 5000 голды и практически 5000 экспы, ну и вот, наверное, надо как-то продолжать. Лэнс, пока особо Морфа не боится, у Лэнса 2000 голды, еще 1000 появится, у него Аганим, Морф улетел на свой репликейт, греха подальше, чтобы его не поймали. Но тут Никс бегает, против никого он не найдет, потому что вы понимаете, что он на тебе, ух ты, какую-то штучку сделал. На этой части карты никого нету из команды Arrow Gaming. Вот Arrow возле своего Т2 Таура в миде сейчас. Собрались и будут пытаться придумать какой-то экшен. Так, ДДЗ, тем временем Аганим еще, я так понимаю, не светит. Хотя нет, летит ему уже Огрклаб, то есть, опять-таки, те же 2000 голды ему надо, но Джигернауту намного меньше, Джигернауту, видим, есть уже Staff of Wizard и Огрклаб. Так что, немного осталось времени, но в то же время Морф 2890 у него, 2900 голды. Мидас есть, Лингенсфера есть. Ну и дальше я не знаю, что он будет покупать, но скорее всего будет он покупать Shotgun, закатать лейнбрейк. Морф Сармон забирает Тауэр, это же Лейклс и улетает на свой репликейт на другую линию. И вот он уже на топе. Здесь рядом Лэнс, Лэнс отсюда отправляется в другое место фармить, точнее в мид. Но эти получаются такая ситуация, что дают фарм Лэнсу. В принципе, DDZ остается без фарма, там выфармливают все, что может вообще выфармить этот чудо-морф Лейклс. Ну, парниша он такой, он действительно может выфармить все. Это же Лейклс. Ну вот мы видим, есть у него уже Иглсонг, совсем немножечко осталось, будет у него Атериал Блейд, и будет 21 минута Линка Атериал Блейд. Ну и вот он агоним у Джиггернаут. Самый момент, чтобы пойти где-то подраться на Рошане, но Рошана пока нет, а Регис только-только вот пропал. Ну и вы понимаете, что на Рошане, если 11-го левела Джиггернаут даст ультимейт, это будет очень неприятно. Но опять-таки многое зависит от Энигмы команда Митрасс. Кастует ли хороший Блэкхол она? Ну а дальше уже дело не дурное всех поубивать, если будет хороший Блэкхол поставлен. Так, на топе Лейклс, опять-таки мы видим, улетает на нижнюю линию, но вот Лейклс и то, как ему отдают карту, то, как ему отдают фарм, это, конечно, фантастика. Ну и вот он, вот он шотган, шотган Иисуса. И сейчас будет Иисус формировать к серьезному. Тем временем, я смотрю на нашем четвертом стриме и вам всем рекомендую включать трансляцию. Там 2000 людей смотрят сейчас матч, там фантастика, там Скайс на 15-й минуте на базе уже у команды Оранж с Аксом снесли Т3, бьют бараки и там нереально веселая игра на канале Twitch.tv StarLadder4 этот матч идет. Рустам комментирует эту игру для вас, адекватно. Врыв, до свидания, Джагернала. Вот так вот, Бэтрайдер цепляет на сынику, они его убьют, конечно же, хотя есть у тима это дерево, Энигма выживает, Энигме могут, могут не дать хастовать, Энигма по-прежнему жива, Энигма, Энигма! 13 хп, 13 хп осталось у нее и в итоге только минус Джагернаут, Лейклз получил стан, инвокер гонится за Брюмастером, надо добивать, Лейклз не хватает РНЖ, НИКС как четко по таймингу DDZ и расстрел его. Мейтрост, красавцы, 9-7, наконец-то два, два фрага сделали без размена парни из Мейтрост, ну и Блэк Кингбар появляется у Энигмы. По Нетворсу вы видите, что у Марфа все отлично, 14 тысяч голды на 5 тысяч денег больше, чем у Джагернаута, ну и Джагернаута вы видели, как отстреливают. Ну вот, вот такой вот веселый у нас получился сейчас момент, потому что убили двоих героев Эрл, двух основных героев Эрл, как бы мейнкерри с фармидера, забрали также два Таура и дали Лейклзу еще нафармить. минимум у Лейклзу уже появление Трилл Блейда имеется 2200 и я не знаю, что он там дальше будет фармить, будет ли это монт на стайл, либо это будет какие-то там бутерфляи, ну скорее всего это будет действительно монта, но проблемы здесь будут. И неужели мы увидим с вами первое поражение команды Эрл? Напомню, на этот момент у Эрл 7-0. Уми Траст 4-3. Ими Траст нужно выигрывать, выигрывать Кровизнесс. Эрл в принципе гарантировали уже себе плей-офф, можно даже сказать, что фактически гарантировали себе место даже в сетке Винеров, то есть в финале Винеров, но проигрывать всегда не весело, вы понимаете. У Эрл, кстати, последний матч, вот этот восьмой матч, девятый матч, у них как раз-таки против Скайз. Ну и Трэвела, Трэвела сначала купил Морфлинг, дальше будет собирать Яшу, и с Яшей будет делать пробел, доставь. Да, и это будет уже очень опасный Морф, мы видим, пока он никуда не нападает, отправляет Репликейт Инвокера куда-то подальше. Ну и здесь Мини Минвокер пробежал, от Репликейт не повелись на него, и в Смоуке парни из Эру пытаются найти приключения на свою задницу. А найдут они, скорее всего, Лейклз, а Лейклз влетает, проблема у Бэтрайдера, на один удар остался Бэтрайдер, он выживает, здесь же Тенкей, Тенкей пытается жить, добить Бэтрайдера, не получается, добивает его Лейклз, урна здесь минус Тенкей, кстати, два фрака уже сделали Эру, вынуждены отсюда уходить Лейклз, потому что Эру-то двоих забрали. Ну что, Лейклз продолжает на топе пушировать. Так, ДДЗ на него, сбили линку, Лейклз, Лейклз на развороте, влетает на ДДЗ, лучше дерево пытается ДДЗ подхилять, Санстрайк, Санстрайк в помощь Лейклзу, Лейклз получил пивка, пытается уйти, прыжок за него, репликейт надо делать сейчас, влетает сюда, также Бэтрайдер, Лейклз по-прежнему жив, сбили опять линку, и бласт от инвокера, Лейклз на развороте будет ли драться, идет сюда уже Энигма, ну, не добили, Марфауи налетает домой, дома перекачается, обратно мы видим, и вернется куда-то в драку, браво, Ну что ж, ТНК, видим ТНК, кстати, собирает себе тоже что-то полезное, но пока мы видим, с полезного у него только урна, аэроконтапки, больше нету ничего, у инвокера не крат 3, сейчас будет форстап, форстап тоже, понятное дело, хочет сделать себе шедоу демон, ну и Энигма с мекой, и БКБ, а прежде мы увидели только один Блэкхолл за игру, хочется еще, Лейклз с мега килл, в соло, жгернаут, как вам это, нет, не в соло, простите, сниксон, ну что же, и Лейклз у нас на топе остается, я думаю, особо он далеко заходить не будет, понятное дело, не рисковать, главное, нужен там уже ревликейт, вот он, ну а как они этого Маква собираются убивать, я не совсем понимаю, ну понятное дело, что единственный вариант, это через ультра Трайдера, как тут видели, 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 что дерево вошло в инвиз, но Лейклз вообще не парится на эту тему, Лейклз теглит с энергия, минус у Чаттерс и улетает, отлично, Бэтрайдер прыгнул, цепануть не успел, Лейклз просто, просто царь, вот действительно царь, инвокер, стрэвелол, на идолон, здесь же Лейклз, супермобильность на карте, и сейчас будет падать у нас Рошанчик, ну и вот он Аэггис, взлетает, правда, бочечка от Бэтрайдера, Лейклз, конечно, собирает себе, эээ, Аэггис, а кто же еще, ну и есть 2800, мы понимаем, что это уже, фактически, готовый монтан, но я думаю, пока приобретать не будет, потому что, лучше оставить на Байбеке, в случае чего, прилететь стрелу, еще кого-то убить, ну и вот он, сверхопасный Морфли, у которого 19700, нетворс, отремя как уже Гернаута 10, Брюмастера 7800, за Дубэтрайдера 6400, ну вы понимаете, да, что у Морфа больше, чем у Джигернаута и Брюмастера вместе взятых, а это очень много, ну и общая графика, 17000 голды и 14500 экспой, welcome to Asian Qualifier, ladies and gentlemen, да, действительно, непредсказуемый результат, но в первом матче MVP Phoenix просто в одну калитку переиграли парни, искать сангапурских, и, наверное, это тоже не самый ожидаемый результат, но это окей, Морф, на инчу, добить хочет, добивает, ну что теперь, переключил перекачку, он тут выживет в любом случае, летает он отсюда, Никс нарвался, вот Никс может погибнуть, правда, скайр пассировал очень хорошо, Морф уже отсюда ушел, Морф уже не сплитпушит, Морф уже перекачался обратно, Морф уже зашел на хайграунд, здесь же инвокер, DDZ, DDZ, тут Некра мы видим выбежит, Некра бьется, как-то пентал, лучше выбили DDZ, ну да ладно, не доконтраливать здесь у нас немножко, абба, ну и Лейклс, продолжает наносить просто непоправимый моральный урон ребятам из Малайзии, Лейклс уже на топе, репликейт, и он снизу, это вот тот самый Лейклс, блин, как же круто было, когда раньше можно было делать репликейт со своей иментостайной иллюзией, вы помните, когда он всю карту фармил Морф, сейчас в принципе то же самое, тревелай репликейт, поехали, 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 и опять на хайграунде, сбили Линку, Битлинку маловато здесь, летит к нему, мы видим сейчас, а нет, это не к нему, это чей-то фарсталк летит, а у Лейклса что-то новое, ну, после манты пока не появилось, но скоро появится, опять-таки зашел на топ, побивал крипов, бьет тавер, Эроу не знает пока что делать, Эроу готовы в принципе драться, но как не ясно, Т3 почти упал, Морф уходит на ВВ, и готов сейчас будет прыгнуть на свой репликейт, как-то на топ потянуться остальные, что снизу остальные герои, Мид Траст, что ж, Лейклс, продолжай, братиш, Лейклс доносит Т3, начинает бить барак, Нид под барак, Лейклс, Жаггернаут, расключился на Никса, Никс жив, Джаггер не стал прыгать, снизу тоже пошла драка, поймали ТНК, убили, там потратил Брюмастер свой ультимейт, да, ТНК здесь погибает, правда урна, Битрайдера, Битрайдера тут страшно, так, Лейклс, минусы, Чантрес, с шотгана, здесь же Дерема, влютан, вот, лейклс, отцепнул, также, Никса, лейклс ушел, лейклс бросил, говорит, братиш, мне все равно не друг, я уже снизу, и он уже снизу, и он действительно уже снизу, вот он, миднайт пулс, лейклс, сносит очередной Т3, только на топе, сейчас уже сносит снизу, вместе с идолончиками, то снизу, боже, начал бить варак, на этот раз то, что надо, не топ, опять, не то, что надо, лейклс, вообще никого не боится, заберите у меня этот аэггис, у меня 4500 денег, слот надо, да, ну и пока, конечно, лейклс 8-1-4, переигрывает просто в соло, команду соперника, толком мы не видим, ни инвокера, и Нигма дала, один black hole, за свою игру, просто-напросто, один black hole, то, что у нас в игре, есть шедоу демон, вообще мало кто знает, ну, Никс ассасин, что есть, что нет, ливнул бы, ничего не поменялось бы, я думаю, что ж, мид трасс, готовы продолжать сплиткуш, лейклс, вот так вот, вот так вот, говорит, иди сюда, джаггернаут, продолжает бить, врывается, минус джаггернаут, с шотгана, много кто может завалить, он жесткий, но вы смотрите, какой сплитушный, от мид трасса, вниз упал, второй барак упадет, топ, упал, без боли, лейклс просто сделал даблкил, два раза шотганом, убил ничего, убил это, ггвп, просто ггвп, иисус, ты жив, возберюйте же в Иисуса-то, ну что, вот он, вот он морфлинг, от команды мид трасс, великий, и беспощадный морфлинг, ну и параллельно, сказать, выиграли лоран, шо боже, как же закручивать, что у нас все, да, неожиданный, опять-таки, результат, мид трасс выигрывает у Эрро, первое поражение, это для Эрро, я, так понимаю, у нас вряд ли, обновились результаты, потому что закончился только, два матча только закончилось, девятого тура, вот они, Митраст выиграли у Эрро, и Скайз выиграли у Орэндж, ну и турнирная таблица обновится очень скоро, я вам ее покажу, пока еще не обновленную, пока еще без учета этих результатов, мы видим, что у Скайз стало 3-4, у Орэндж 4-3, у Эрро 7-1, и у Митраст 5-3, и Митраст обгоняет Орэндж, и вместе с МВП Феникс, очень уверенно себя чувствует, скажем так, посмотрю, добавились ли матчи в турнирную таблицу, да, вот он, матч добавился, Митраст 5-3, мы видим, Орэндж 4-3, Скайз 3-4, это очень, очень весело, ребят, на наших стримах под номером 1 и 2, все еще идут матчи, на стриме под номером 1, вы сейчас можете смотреть у нас, если я не ошибаюсь, матч между Форс Депарчер и РРК, на стриме под номером 2, МВП Феникс играет против команды, XCTN, обязательно, обязательно смотрите эти игры, у нас же, у нас же, следующий матч, это Орэндж, как раз таки против XCTN, и эта игра начнется еще не скоро, эта игра у нас по расписанию должна начаться где-то в 9.40, по Киеву, я так понимаю, поэтому мы, я ставлю вас в известность, что Орэндж XCTN 9.40, понятное дело, что запускает титр, но и вас всех прошу никуда далеко не разбегаться, мы в любом случае будем ждать окончания игры XCTN против МВП Феникс, и после этого уже фармируемся, никуда не уходите.